Рефери Андрей Кривушин сейчас будут приглашены в весовой категории до 91 килограмма. А сборную Казахстана привезли тренеры-преподаватели Нурмуханов Куаныш, мастер спорта СССР, чемпион Республики Казахстан 2012 года, серебряный призер Дети Азии 2012 года. Наши тренеры не менее знаменитые. Косенко Илья, старший тренер сборной юниорской. Косенко Илья подготовил Косенко Никита, победителя УРФО 2016 года, Саликова Магомеда, победителя УРФО 2016 года, Боронова Сергея, финалиста первенства России 2016 года, Шишкина Виктория, финалистка УРФО, участники первенства России и так далее. Замечательный тренерский коллектив. А мы наблюдаем за весовой категорией 91 килограмм. Фоминых Дмитрий, Россия, Барганаев, Майербек, Казахстан. Это уже серьезный вес, серьезная заявочка. У нас на досрочное завершение боя. Но пока сильных ударов еще не было. Да, касается перчатками. Так, нанес синий, синий нанес ударов и тут же получил. Начинает ввязаться, но это не страшно. Тут же команда брейка и отошли в стороны. Так, нанес красный неплохой удар. Да, видно было, что покачнулась голова. Но пока таких четких акцентированных ударов еще не замечается. Ну вот, Дима начинает ввязаться, обниматься. Это портит, смазывает картинку боя. Так, наносит удары и тут же начинает обниматься. Раз, отошли. Ну, в этой весовой категории 91, свыше 91 килограмма. Один удар может решить все, если даже не нокдаун, не нокаут. Но хороший удар, он может повлиять на функциональное состояние. Особенность удар по печени, кровоснабжение нарушается, быстро устает. Поэтому они стараются аккуратно. Ну вот, синий угол. Обнимают, но опять пытаются нанести левый боковой. И заходит за шею, и рука остается там, в обнимку. Фоминых Дмитрий, красный угол. Опять, опять дружеские объятия с Майором Беком. Пока бой равный. Пока бой равный. Вот, левый боковой попал, но не акцентированный, не четкий. Вот, прямой правый прошел сейчас. Прямой правый прошел. Ну и Дмитрий сам. Бывает, задерживается рядом на ударе. Вот, удар нанес и в обнимку оказались. Но, тем не менее, они быстро расходятся и начинают снова боксировать. Долго не задерживаются. Завершился первый раунд. Дмитрий Фоминых в красном углу. Он 99-го года рождения. Является кандидатом в мастера спорта. Провел 93 боя. В 87-ми одержал победу. Боксом занимается не так уж и много. Всего 4 года. Тем не менее, провел 12 международных встреч. В 10-ти одержал победу. Является победителем первенства УРФО 2015 года. Призер первенства России 2015 года. Финалист первенства мира 2015 года. Постоянно тренируется под руководством Симукова, Малышева. Он с Нижнего Тагила. Это оттуда, где у нас судья. Щипачев Сергей. Орденоносец. Там же тренер Малышев. Абсолютно чемпионка мира Наталья Рогозина. Так, второй раунд. Второй раунд начинается в той же манере, в таком же темпе. Никто пока не рискует. Не кидается в атаку. Выжидает, старается поймать в какой-то момент и нанести четкий удар. Левые боковые не проходят длинные такие у боксера синего угла. Сейчас Дмитрий попадает. И опять опасно движение головой. Мэромбек. Если постоянно будет так продолжаться, рефери может объявить и предупреждение. Но пока более активен Дмитрий. Пока более активен Дмитрий. Чаще он попадает. Нельзя поворачиваться спиной. Это чревато ударом в затылок. Ударом в затылок может очень тяжело сказаться на состоянии глаз. И всего головного мозга. Поэтому сразу рефери останавливает поединок и делает замечание боксеру. Выжидает, выжидает оба. Опять обнимается Мэромбек. Мэромбек. Вроде еще не устали. Середина поединка. Сейчас должны... Вот обмен ударами идет. Но четких, четких ударов, которые, на мой взгляд, засчитывают рефери. Рефери или боковые судьи пока нет. Но вот сейчас нанес левый боковой. Сейчас пытался мимо. Дистанция не та, Дима, для того, чтобы такие прямые удары, длинные удары. Надо тебе с более ранней стадии руки длинные. Раньше наносить удар и будет достигать цели. А так слишком близко подходит для того, чтобы нанести прямые удары. А сейчас делал такие постукини по голове, что не надо обниматься, не надо обниматься. Вот попал прямой правый. Так, на пять Мэрбек. Ну, я понимаю, что приехали в гости друзья, что это не официальная такая встреча. Допуск на чемпионат мира не разыгрывается. Но, тем не менее, надо боксировать. Надо боксировать. 91 килограмм. Мы ждем красивого бокса, четких, сильных ударов. Барганаев Мэрбек в синем углу. Готовится к продолжению боя. Он 99-го года рождения. Является кандидатом в мастера спорта. Провел 50 боев. В 45-ти одержал победу. Боксом занимается всего 3 года. Но, тем не менее, провел 15 международных встреч. В 13-ти одержал победу. Является финалистом чемпионата Республики Казахстан 2014 года. Финалист международного турнира. Постоянно тренируется под руководством Абдрахманова. Итак, два раунда позади. Третий раунд. Дмитрий Фоминых, Мэрбек, Берганаев. Трудно делать прогнозы. Трудно сказать, кто выигрывает в этом бою. Я за это не берусь. Потому что боковым судьям видно. Но более активен, на мой взгляд, чисто личное мнение, более активен Дмитрий Фоминых. Выглядит под уставшим Мэрбек. Мэрбек, но боковым судьям виднее те четкие удары, которые наносятся боксерами. Синего и красного угла выжидает. Выжидает Дима. Выжидает Мэрбек. Опять обнялись. Опять Дима похлопывает по голове. Пытаясь сказать, не обнимайся, Берганаев. Не обнимайся, мой друг. Мэрбек попал. Правый прямой. Так, на отмаше. Опять. Опять выжидают. Левша Мэрбек. Правосторонние стойки работают, но свои преимущества он не использует. Обычно левши стараются пробить по туловище, по печени. У него пока еще этот удар, видимо, не отработан. Но боксеры-юниоры, все у них еще впереди. Возможно, мы их увидим через 2, 3, 4 года. Возможно, даже кого-то на Олимпийских играх. Сегодня идут они по пути совершенствования боксерского мастерства. Тайм, судья-хронометрист оставил, остановил время. Небольшое кровотечение. Небольшое кровотечение. Казахстанскую сборную привез тренер, один из тренеров, Сергей Матвичук. Тренер первой категории. Сергей является серебряным призером чемпионата Азии 2016 года. Много, подготовил много хороших боксеров. Бой продолжается. Пытается Майрамбек одолеть Дмитрия. В этой ситуации, конечно, наносить удар. Тем более получилось, что ниже пояса поворачивается спиной. Тут же останавливает поединок. Поворачивает спиной. Есть опасность получить удар по затылку. Это плохо. Опять вяжется. Вяжется. Тут же отпускает. Поворачивается. Поворачивается. Подустали немножко. Ну и начал Дима сам. Дружеские объятия. Последние секунды третьего раунда. Пытается активизироваться. Ну а очень близко и опасно головой Майрамбек. Поэтому я теперь сам залез. И бой закончился. Боковые судьи определят победителя. Я даже не буду загадывать никаких прогнозов. Сомневаюсь. Кто же в этом бою одержал победу. И станет победителем международной матчевой встречи по боксу среди юниоров 17-18 лет. Россия-Казахстан. Сейчас технический делегат Федерации бокса России. Супервайзер Алексей Григорьевич Трифонов. Председатель судейской коллегии Уральского федерального округа. Скрупулезно подсчитает все баллы. И мы узнаем победителя девятого боя весовой категории до девяносто одного килограмма. Напряжен. 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 Рефери поединка судья международной категории Андрей Криушин. А в этом поединке победу одержал Дмитрий Фоминых, Российская Федерация.